Сегодня можно всё. Всё, пошли. Пошли все прямые друг за другом. Все сами распределяйте. Семь лет назад в посёлке Богородское открылась детская секция грибного слалома. За это время через неё прошло порядка 200 ребят. Сейчас в секции занимаются около 35 человек. Некоторые уже имеют спортивные разряды, являются призёрами российских и международных соревнований. Александр Васик грибным слаломом занимается семь лет. Последнее его достижение – пятое место на первенстве России среди грибцов до 19 лет. Цель Александра – Олимпийские игры. Меня спорт привлекает красотой, что соревнования не проводятся на одном месте. В разных странах проводятся соревнования. В этом году у нас был сбор в Сочи. Тренировались на горной реке. Очень красиво, считаю, тренировались в ущелье. Справа горы, слева тоже горы. И по реке. Очень красиво. В тёплое время года дождь не помеха. Юные богородские грибцы тренируются на пруду возле дома номер 61. Осенью и зимой занятия для спортсменов проводятся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лотос». Будущих чемпионов воспитывают тренеры с многолетним преподавательским стажем. Супруги Зоя и Александр Солодовниковы. Александр Анатольевич в своё время работал со сборной РСФСР по грибному слалому. Его супруга – мастер спорта, 12-кратная чемпионка РСФСР, судья всероссийской категории. С тренерами и их воспитанниками встретились депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Александр Легков. Александр – олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Вид спорта для живых, энергичных. И когда я провожу на боргу, для весёлых. Потому что грустные в нашем спорте не вызывают. Это нереально просто. Многие дети, когда они 3-4 года позанимаются, они достигают уже таких хороших результатов. Потому что нас с женой, как специалистов, приглашали сюда, чтобы мы делали таких детей. Но, к сожалению, пока канал не достроен и этот пруд не позволяет расти детей дальше, они уходят в другие города и продолжают там свою спортивную деятельность. Сейчас у нас из нашей самой первой группы 4 человека занимаются в училище Олимпийского резерва города Броницы. Защищают честь Московской области. Ну а вторая, четвёрка, училище Олимпийского резерва города Москвы. Канал, о строительстве которого говорит тренер, это искусственный водный комплекс, возводимый сейчас корпорацией «Русгидро». Загорская ГАЭС – часть этой корпорации. Строительство нового канала идёт на территории ГАЭС-2 за счёт энергетиков. Юные спортсмены Богородского ждут открытия искусственного канала. Стартовый бассейн, насосные станции, две подъёмники для лодок. Спортсмены будут спускаясь вниз, подниматься по подъёмникам. Насосами будет подаваться вода в один канал, во второй. Скорость потока 15 метров кубических секунды и 10 тренировочных. Знаете, такая хорошая речка. Мощность насосов суммарно около 2 мегаватт. Это всё очередь. Маленькая гидроакоммуническая электростанция. Здесь есть? Есть, есть. Откуда подпитаться? Русло искусственной реки, по которой будут сплавляться грибцы, уже видно. Канал станет основной базой для тренировки российской команды. Это уникальный объект. И несмотря на то, что вроде бы, может быть, не такая высокая и впечатляющая стройка, но это бетонные работы, это заглублённый фундамент, это самое современное супероборудование, насосы. Значит, здесь даже будет напротив... Ну, естественно, понятно, что это будет речка. Бурная, полная имитация бурной горной речки. Но самое интересное, что даже устройства, которые имитируют подводные камни, они будут двигаться, то есть рельеф у этой речки под каждое соревнование будет свой. Это такие детали, но не очень важны. Кроме канала для гребли, здесь хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 2000 мест. Говорят, что любителей грибного слалома много. На государственном и областном уровне решается вопрос о строительстве отеля. Это здорово, что в нашем Сергеево-Пасадском округе есть такие объекты, потому что у нас есть и Пересвет, вы знаете, прекрасные там международные трассы. И, собственно, здесь будет грибной такой канал, также по всем международным стандартам, где могут проводиться международные соревнования. Это притягивает и людей, притягивает и гостей. Вот, пожалуйста, еще одна инфраструктура такого колоссального высокого уровня. Ну, а в общем, очень рад за спортсменов, которые занимаются этим видом спорта. Собственно, вот здесь-то точно можно сказать, что будут коваться олимпийские медали. Грибной канал в Богородском будет единственным в России. Его планируют использовать как тренировочную базу сборной страны. Когда объект будет аттестован, то здесь можно будет проводить даже олимпийские игры. Этот объект мы планируем завершить в середине следующего года. Сейчас мы практически закончили строительно-монтажные работы, закончили бетон. Сейчас закупаем оборудование и в течение этого времени будем монтировать, отлаживать оборудование и вводить объект в эксплуатацию. В Богородском после строительства грибного канала есть шанс создать свою школу олимпийского резерва. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов, Дмитрий Зайчиков. Тема. Продолжение следует...